Приветствую вас, Кристина. Ну вот, вы задаете вопрос, да? Вы задаете вопрос, что делать? Спрашиваете вы нас. Я вам хочу вопрос, наверное, как-то встречный задать. А что делать, чтобы что? Чтобы что в итоге делать? То есть, понимаете, если вы хотите наладить отношения с человеком, да? То это одно, если вы хотите наладить отношения с человеком. Если вы хотите в себе разобраться, например, там, допустим, почему вы познакомились с мужчиной в интернете, а не в реальной жизни. Почему вы, например, вспыльчивая, да? То есть, вы здесь свое вспыльчивое, свое эмоциональное, то, что вы ругались, представляете, как что-то такое прямо вот, знаете, ну такое объективное. То есть, ну, как будто все так и должно быть, и как будто со своей эмоциональностью, да, вам, там, разбираться, работать, грубо говоря, и не надо совсем. Вот, и мужчина, он, ну, должен, значит, что он должен терпеть вашу вспыльчивость и так далее, да? Вот. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но мне видится, что все зависит от вас. То есть, от вашего, вот, ну, от вашей цели, грубо говоря. То есть, вот, чего вы хотите, знаете, если, если вы, допустим, хотите, там, для себя, наладить отношения с ним, вот, если вы хотите наладить отношения с ним. Ну, это одно, вот, если вы хотите наладить отношения. Если вы хотите в сверх забраться, да, то это, ну, мне кажется, это другое. Все-таки, все-таки это, мне кажется, все-таки это другое, понимаете? Вот. Потому что, разные, разные вещи, разные цели предполагают, разные задачи. Вот. Так, и вот вопрос. Вам, вы чего хотите? Вам что нужно? Понимаете? Вы-то, к чему стремитесь? Как бы. Ключевой, ключевой момент, который, ну, меня интересует. И вот уже после ответа, да, на этот вопрос можно будет говорить о чем-то. С точки зрения психологии. Значит, первое, что нужно, это выяснить, почему вы в интернете познакомитесь. То есть люди знакомятся в интернете, как правило, не просто так. А из-за некоторых причин. По некоторым причинам. Например, страх. Например, определенная замкнутость. Например, определенная завышенная ценность отношений. Вот. И так далее. Ну, а так или иначе, нужно понять, вот как вы все-таки пришли к знакомству в интернете. Вот. Потому что это важный момент. Это важный момент и важный аспект достаточно для будущего вашего, лично вашего будущего. Дальше. С чего вы ругались? Как бы. Причины ссор. Какие были причины ссор у вас? Почему вы ссорились? Вообще. Вот. То есть, опять же, я думаю, что у этого, ну, были какие-то основания. Вот. У того, что вы ссорились. То есть, были какие-то причины того, что вы ссорились. Были какие-то конфликтные моменты. Вот. И так далее. Ну, то есть, вот. Давайте разберем это. Далее. Ваша вспыльчивость. Что за ней стоит? Что стоит за вашей вспыльчивостью? Почему вы вспыльчивостью? Почему вы вспыльчивы? Что вас сделало или делает такой вспыльчивый? Вот. И, опять же, это очень важная история. Это очень важный момент. Потому что, ну, совершенно, совершенно очевидно, да, что если вы вспыльчивый, то в отношениях и в отношениях вы не можете занимать такую адекватную позицию. Вам всегда будет, ну, всегда будет в отношениях как-то болезненно, как-то тяжело и так далее. Вот. Понимаете, о чем идет речь. Дальше. В этот раз мы снова поругались из-за чего, и так как я соскучилась, написала ему. Ну, я бы здесь предложил вам, Кристина, разобраться, что именно вы ощутили, когда соскучились. То есть, что вы ощущаете, когда скучаетесь. Вот. Это важный момент на самом деле. Потому что вы нуждаетесь, вероятно, в человеке. Вот. И если вы нуждаетесь в человеке, то нужно понять, в чем, в чем ваша нуждаемость, грубо говоря, проявляется. Как она проявляется. Вот. Это тоже очень важный. Тоже очень важный момент. Дальше вы пишите, значит, что вы имя написали, а он отказывается общаться, никак не хочет наладить общение. Что делать? Ну, мужчина не хочет наладить общение, потому что, я полагаю, ему надоело, надоело, что вы ссоритесь, ему надоели ваши конфликты. Он не видит никаких оснований для того, чтобы они прекратились, ну, по-видимому. Вот. И, соответственно, поэтому не хочет общаться, потому что не видит никакого будущего. И вам в этой ситуации, если вы хотите, чтобы человек начал с вами общаться, вам, наверное, наверное, будет правильно показать ему, что вы изменились, что вы уже не будете так бурно реагировать, что вы не будете такой вспыльчивый, например. Если, конечно, для вас это возможно. Вот. Ну и, я не знаю, извинялись вы перед ними или нет, но возможно, возможно, требуется еще извиниться. Перед человеком, потому что, ну, вполне возможно, что перед человеком следует извиниться, потому что, вполне вероятно, что мы просто, ну, просто вы задели его. Вот. Такая история тоже может быть. Вот. Как-то так. С другой стороны идет то общее, что есть, то есть, ну, что-то вас объединяет, грубо говоря. Вот. Это, в принципе, тоже можно поисследовать, в принципе, тоже можно раскрыть более подробно. Стоит посмотреть, что конкретно вас объединяет, что вас, ну, что вас связывает друг с другом. Вот. Насколько вы важны друг другу и как вы друг с другом взаимодействуете. Опять же, это тоже очень важный момент, потому что, если вы видите друг в друге только, например, мужчину и женщину, то этого, конечно, будет мало, особенно на расстоянии. Если вы видите друг друг в друге, друзей, личности и так далее, то, безусловно, это хороший, хороший знак, это хороший сигнал, но в этом нужно двигаться направлении дальше. Да, это нужно развивать. Нужно. Это необходимо развивать. Вот. Вот, в принципе, в принципе, такой момент и такой ответ я могу вам дать. Хочу обратить ваше внимание на еще один, на мой взгляд, очень важный момент. Это момент, связанный с тем, что любые, любые, вот, абсолютно любые отношения на расстоянии не имеют смысла, не имеют значения, если нет в перспективе встреч. Ну, это вполне может быть, что у человека привезут к вам чувства какие-то, вполне может быть, что человек не хочет не только, там, с вами, грубо говоря, грубо говоря, перебисываться, да, но он хочет, там, с вами еще и встретиться, встретиться вживую и прочее, 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 прочее. А такой возможности у него нет. И это тоже не может его не демотивировать с вами общаться. Человеку может быть, попросту говоря, больно. Человеку может быть просто больно с вами общаться. Вот. Такое, тоже вполне себе имеет место быть. Вот. Я не утверждаю этого наверняка, я просто говорю о том, что может быть, ну, что может быть. Вот. И, соответственно, так. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.